Наталья, вот вы в эфире сейчас, поделитесь впечатлениями. Вы, во-первых, давно в Крымске? Я не в Крымске, я только что вернулась в Абинск. Это 9 километров от Крымска. Вы знаете, впечатлило. Рассказывайте. Насколько впечатлило. Рассказывайте. До сих пор трясутся руки. Что вы увидели? Что показывают по телевизору, это мультики для маленьких деток. Что вы видели? Я видела разрушенные дома, я видела грязь, я видела глину, я видела умерших животных и части тела людей. Я видела то, что люди нуждаются и в еде, и в хлебе, и в воде. Вот у меня Volkswagen-транспортер, мы его загрузили полностью под самую крышу. И отдали людям, которым ехали к знакомым, и потом ехали по улице Советской. Вот от училища до Переяславской мы раздали практически все. Люди нуждались и в полотенцах, и в постельном белье, и в одежде, и в мыле, и абсолютно во всем. Вы знаете, действительно тронуло. Наталья, вы общались, видели работу спасателей МЧС? Я видела, люди работают, много военных, много спасателей, очень много людей. Люди работают, но вы знаете, там работы еще очень и очень много. Наталья, вы волонтер, да, я правильно понимаю? Я не волонтер, я просто, наверное, дурочка. Да подождите, да бросьте. Которая не может жить спокойно. Вы просто человек хороший, Наталья. Откуда вы поехали туда? Я живу в Абинске. В Абинске, из Абинска. Да, это соседний город. Смотрите, Наталья, мы сейчас вот из Москвы вам звоним. Я знаю, что здесь собираются люди активно сейчас, и сегодня уже отправились, завтра будут отправляться. Значит, вы говорите, прежде всего вести что? Еще раз перечислите. Вода. Личные средства личной гигиены. Вы знаете, необходимы будут какие-то, я не знаю, резиновые сапоги, перчатки, может быть, даже маски, потому что в городе уже начинает появляться запах. Понятно. Зараза, да, распространяется. Я не знаю, за заразу дело в том, что там очень много частного сектора. А частный сектор, как правило, гадит в туалеты летнего типа, дачного типа. Это все поднялось. Это все на лице, на крышах, на улице. Это все везде. С людьми удалось пообщаться, как они? С людьми удалось пообщаться. У меня до сих пор волосы дыбом. Если честно, я женщина за 40. Я, ну, прикуриваю, я не курящий человек, прикуриваю, у меня трясутся руки до сих пор. Потому что это не просто фильм ужаса, это какой-то фильм катастрофы, и, вы знаете, в самых ярких красках. Наталья, вот вы всего, ваш город всего лишь в 9 километрах от Крымска. А что у вас было? Вы как пережили эти ливни? У нас тихо, спокойно, у нас, вы знаете, как будто нигде ничего. А как это можно объяснить, Наталья? Вот почему так? Потому что географически так расположено, или вы тоже склоняетесь к тому, что здесь водохранилище сыграло свою роль? Вы знаете, я человек не политических нравов, но все-таки, мне кажется, погода такого сделать не могла. Ну, если первые сутки говорили, волна 2 метра, а позавчера и сегодня говорили, что волна 7 метров, разве может дождик 7 метров налить? Ну, может быть, какой-то сильный дождь, потоки, которые там формируются сбором? Вы знаете, я далека от этого всего, но то, что происходит в Крымске, это страшно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...